Несмотря на календарную весну, лед на крупных водоемах еще стоит, и это притягивает любителей зимней рыбалки. На том берегу Камы мы сейчас насчитали порядка 10 человек. Зачастую забыв о простейших мерах безопасности и пренебрегая инстинктом самосохранения, рыбаки выходят, чтобы прорубить лунки, не задумываясь о том, что в любой момент лед может пойти. Поселок Троицкий Нижнекамского района, река Кичуй. На мелком водоеме спасатели обнаружили тело 45-летнего мужчины. Местные жители говорят, в субботу погибший отправился на рыбалку и не вернулся. На берегу нашлись вещи – куртка и бур. Судя по всему, сельчанин отправился на подледную рыбалку, но к моменту приезда водолазов. Лед на водоеме уже вскрылся. Вот что говорят спасатели, работавшие на месте. Возможно, он просто успел выложить свое имущество, которое для него было ценным, и вернулся или каким-то образом свои снасти начал доставать. И в этот момент произошло вот это движение. Может быть, оно ощутило это и, избегая возможных последствий, начал спасать свое имущество. Ну, вот как-то одна из причин возможна. На реке Кичуй сильное течение от места рыбалки. Тело мужчины унесло на расстояние примерно 400 метров. Водолазы обнаружили труп в 4 метрах от берега на глубине 3 метров. Причины смерти уточняются. Встает резонный вопрос, а насколько опасно сейчас рыбачить на крупных водоемах? Водные полицейские говорят, делать этого уже нельзя. Граждане, жители, любители подледного лова, прошу вас не выходить уже на лед, потому что весна прогнозируется ранее. И, соответственно, хотелось бы избежать печальных последствий, которые могут вызвать движение льда. К тому же, по расчетам специалистов, запасов снега в этом году на 30% больше нормы. Ожидается большая вода, а следовательно, лед на реках и озерах поднимется раньше. Вадим Струминский, Евгений Лызаев, Новости НТР.